Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Ионы. Сегодня у нас третья глава книги. Иона оказывается в той точке, откуда он отправился, убегая от Бога. Господь вернул его обратно в святую землю Израиля. Большая рыбина изблевала его на берег, там, где он садился на корабль. И вновь Иона слышит повеление, обращенное к нему Всевышним. И было слово Господне к Ионе вторично. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Окажется ли Иона дальше послушным, каким должен быть пророк, послушным своему Богу, или будет противиться, мы узнаем из содержания этой и следующей главы. «И встал Иона и пошел». А что делать? Он понял, что Богу сопротивляться невозможно. Господь заставил своего пророка таки идти в Неневию. «И пошел в Неневию, Нинве, столица Ашура, апофеоз зла для иудейского народа. Тоталитарная держава, претендовавшая на мировое господство, терроризировавшая веками Ближний Восток, туда, в сердце этого государства, в столицу, отправляется пророк Господень. Он пошел туда по слову Господню». Неневия же, добавляет автор, священный автор книги, «Неневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы». Мы могли бы сказать «Москва – великий город у Бога на три дня ходьбы». «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Неневия будет разрушена». Там, где в синодальном переводе стоит «разрушено», там глагол еврейский, глагол «гафах» – переворачивать. Вот как переворачивают, допустим, какой-то сосуд переворачивают вверху дном, кверху дном. Вот так же здесь сказано «Неневия будет перевернута». В ней, в этой Неневии произойдет переворот. Этот переворот действительно в Неневии, удивительно, в этой величайшей Неневии, в величайшем оплоте зла произойдет переворот. Неневия будет перевернута не физически, а духовно, нравственно, будет перевернута кверху дном. А точнее, она будет вся словно вывернута наизнанку. Вот она будет перевернута, афах – глагол. Разрушена в синодальном переводе. Произойдет духовный переворот, духовная революция. Революция, латинское слово, тоже означающее переворот. Переворачивают когда? Вот и здесь в Неневии произойдет эта духовная, радикальная перемена, духовный переворот. Она будет перевернута. Может быть, пророк думает в этот момент, что Неневию постигнет наказание от Бога, и Господь ее перевернет, в смысле разрушит, как, собственно, здесь и переводится на дальний переводчик. Но произойдет нечто для Ионы непонятное, неприемлемое, как для пророка. Переворот, который произойдет с Неневией, будет переворот духовного порядка, не физического. И вот удивительно, но неневитяне, жители столицы Ашура, они поверили, пятый стих, поверили Богу и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. По традициям того времени, во время поста одевалось вретище, такая мешковина, грубая, на голое тело, которое неприятное, которое колется. И человек в ней ходил в то время, когда постился. Голова посыпалась пеплом, человек садился в прах, на нем мешковина, он неопрятен, волосы его всклокоченные, грязные, он постится. Он показывает Всевышнему, что он скорбит, он в посте пребывает. И этот жалкий его вид должен заставить Бога смилостивиться над ним. Знаки траура, знаки скорби, знаки поста. Это слово, слово Ионы, как мы читаем, дошло до царя Неневии, для повелителя великой Ассирийской империи. И он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. Он тоже стал поститься. «Перестройку начни с себя» – бодро призывал нас в прошлом поколении такой боевой, бравый, социалистический лозунг. «Перестройку начни с себя» – с себя начал государь перестройку. С себя начал он, вот этот переворот духовный, который пережила вся его страна, согласно книге Ионы. «И повелел он провозгласить царь и сказать в Ненве, в столице Неневии, от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопили к Богу». «И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Покаяние на иврите «тшува» буквально значит «возвращение». Покаяние – это не просто, когда человек одел на себя вретище, сел в прах, в пыли сидит, голова посыпана пеплом, и он вопит к Богу и стонет, и плачет о своих грехах. Покаяние сопряжено с действием. Вспомним притчу о блудном сыне евангельскую, которую правильнее, конечно же, было бы назвать притчей о милосердном отце. Там персонаж этой притчи, блудный, непослушный сын, он не просто кается и скорбит, и сожалеет о том, что с ним произошло, чем он сам, собственно, был виной, своего бедственного положения. Он встает и возвращается к Отцу Своему, несмотря на позор и несмотря на все свое унижение. Он возвращается к Отцу Своему. Встал, написано там будет в евангельской притче у Луки, встал и пошел к Отцу Своему. Это и есть покаяние. Покаяние предполагает действие. Нужно встать и возвратиться в ту точку, от которой ты начал удаляться от Бога. Повернуться и вернуться к Богу. Возвращение к Богу. Глагол «шув» от глагольного существительного «тшува» значит «возвращение к Богу». Когда говорится «тшува», на дальнем переводе мы чаще найдем слово «обращение» или «покаяние». Вот здесь произошло это обращение, это покаяние, реальное, действенное. Произошло не только с царем, не только со всеми жителями этого города Нинве, но, казалось бы, и бессловесных, бессознательных животных, которые не могут грешить и каяться. Эти животные тоже облачаются во вретище и тоже от голода вопьют к Творцу Своему, как сказано, просят у Бога пищу себе. Сказано в псалмах, вот твари неразумные, они когда мычат, когда они вопят, или когда львы рыкают, они просят у Бога пищу себе, поэтически говорит библейский поэт. Вот и у Ионы также. Все, каждый, здесь уже речь идет только о людях, конечно, не о скотине, каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих спиной к своим злым делам, к своему злому образу поведения, образу мыслей, лицом к Богу. Вновь обратились люди. Удалялись от Бога, теперь на 180 градусов, развернулись, произошел переворот, произошла духовная революция, они встали на путь возвращения к Богу, отвратились. Они отвращались от Бога, шли злым путем. Теперь они отвратились от злого пути своего и обратились к Богу. К какому Богу? К Богу Ионы, к Творцу неба и земли, к тому, кто услышал зло неневитян, оно дошло до него, и вот Господь посылает своего пророка, в результате происходит невообразимое. Неневитяне, ладно бы, израильтяне обратились к своему Богу, с которым у них завет. А тут вообще язычники, идолопоклонники, да и вообще мучители, грабители, убийцы, терроризировавшие весь Ближний Восток, как сейчас некоторые организации, орудующие на Ближнем Востоке, которых до конца все никак усмирить не могут. А тогда это была государственная политика Ассирийской империи, это было террористическое государство, государственный терроризм и уничтожение, и подавление, и порабощение всех народов. А непокорных жестоко наказывали массовое сожжение накол, пирамиды затрубленных голов посреди городских площадей и другие средства агитации и пропаганды. Такими были неневитяне, но, согласно книге Ионы, произошло чудо, и от действия, от слов пророка они покаялись, то есть возвратились, произошла с ними тшува, возвращение, возвращение к Богу. Они вернулись к тому Богу, которого, в общем-то, не знали до этого. Вот так строится рассказ этой книги. Заключительные слова Ассирийского императора звучат так. Кто знает, «Может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Вот иногда в пророческих книгах встречается это маленькое слово «улай». Кто знает, «Может быть». Мы не знаем. Вроде бы пророчество есть. Вроде бы пророчество о том, что Господь перевернет неневию. Но что она будет разрушена, можно так сказать, перевести вслед за синодальным переводчиком не буквально, а через глагол «разрушать» русский. Но, может быть, все-таки есть небольшая надежда, может быть, чуть-чуть приоткрыты врата этой надежды, и Господь изменит свое решение. Но пророчество сбудется, но совсем по-другому. Неневия не будет разрушена, она будет духовно перевернута. Этот положительный переворот, эта светлая духовная революция произойдет с нею. Читателем этой книги были, конечно же, евреи, израильтяне. И, читая эту книгу, они должны были понять, что сила Божия в его милосердии, и какими бы ни были грехи, каково бы ни было отступление народа Божия от своего Господа, израильского народа, Господь может помиловать, если всем сердцем обратиться к Нему и отвратиться от злых путей своих и вернуться к Богу Своему. Неневитие здесь показывают пример, показывают образ действия для верующих в истинного Бога людей, для древних израильтян, а вместе с ними и для нас с вами чат Нового Завета. В заключительном 10 стихе 3 главы мы читаем, «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Господь помиловал, пощадил тех, кто по своим делам, злым, бывшим делам, не могли рассчитывать на милосердие, но милосердие к ним было явлено, потому что они обратились от злых путей своих. «Величие Бога, в Его милосердии, в Его долготерпении». «Верит ли Иона в милосердного Бога?» Бог милосердия и долготерпения – это тот Бог, которому, как Иона думает, Он служит, или в Его сознании, в Его понимании образ Бога несколько иной? Об этом мы узнаем в следующей, в заключительной главе книги, в 4 главе, к которой мы обратимся в следующий раз. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Библейский портала «Экзегет». «Экзегет». Ион «Экзегет». Отпись. Всем мир в милосердии. «Экзегет». Отпись. Ион «Экзегет». Отпись.